Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня хочу показать такую покупку, посылку вернее, из интернет-магазина Toffee Shop. Хочу поругаться и, в принципе, показать продукты, которые я купила для работы, для процедуры депиляции воском. И начнём. Начну я с вот такой вот воскоплав баночный. Он недорогой, но удобный. Вот такой вот он есть. Я его не буду распаковывать. Покажу потом в самой студии, как он будет там, куда его там поставлю, примощу. Вот. Вот воскоплав для таких таблеточных и воска в гранулах. То есть, сейчас я вам покажу воск в гранулах. Вот такой воск. Вот такие вот маленькие гранулки. Высыпаешь туда, и оно тает. И потом шпателем набираете. И наносите на те участки, на которых требуется депиляция. Фирма это Italvax. У меня, в принципе, все продукты, которые я сейчас вам покажу, будут этой фирмы. Я покупаю ее первый раз. Раньше не видела я такой фирмы. Ну, посмотрим. Это натуральный воск. Они там есть разные. И лаванда, и ментол, по-моему. Ну, короче, разные-разные. Я взяла натуральный. Вот. Дальше идет тальк этой же фирмы. Ментол. Для того, чтобы убрать лишнюю влагу с кожи. Вот такой вот. Потом в процессе работы я вам именно скажу отзывы на эту фирму, на эти продукты. Потому что, ну, пока я их не пробовала, я не знаю, как они работают. Дальше. Перед депиляционный спрей алоэ вера дезинфицирует, подготавливает кожу к нанесению воска. Вот такой 500 мг. Приятный такой запах. Такой запах лайма мне. Не знаю. Алоэ вера написано, но запах такой цитрусовый. Вот. Дальше. Масло. Оно, видите, такое жидкое. Не тягучее. Ну, как масло натуральное. Как бы оно такое жиденькое. Вот это масло с ментолом. Это уже идет после процедуры депиляции, чтобы успокоить кожу, увлажнить ее, напитать. Вот. От вросших волосков, чтобы не было. Ну, вот такой вот тоже. Вот здесь вот запах ментола присутствует. И такой холодок. Вот. Вот такая вещь. Дальше. Полностью. И все продукты. То есть, ну, как бы продукт вылился. Поэтому, кто там, девочки, мальчики, пакуют продукты, будьте повнимательней. И делайте более качественные упаковки, потому что, ну, можно было в коробочек положить, как бы, я так считаю. Потому что, вот, как бы, казалось бы, так даже, как бы, ну, мелочь не мелочь, но, допустим, для меня важно, когда продукт упакован аккуратно. То есть, даже только из-за того, что некрасиво придет упаковка, не то, чтобы даже некрасиво, а неаккуратно, я заказ, как бы, делать больше не буду. Поэтому исправляйтесь и увидим. Дальше. Заказала вот такие вот реснички от фирмы Estet. Тоже не брала раньше. Они разных, вот такой вот, они разных размеров. Восьмерка, десятка и 12 миллиметра. Вот такое. Попробую. Я не хочу клеить, как бы, вот такие реснички. Они смотрятся не очень естественно. А вот уголочки, я люблю, когда они вытянутые, и для работы пойдут, и для себя попробую. И вот такой вот смола для наращивания. Почему именно смола, а не какой-то там клей, да? Не знаю. Оно будет держаться лучше, и, как бы, цвет меня устраивает. И держат пучковые ресницы, вот именно, клеем для наращивания лучше, чем, допустим, каким-то там... Ну, и по деньгам оно дешевле. Так что увидим, и спробую сначала на себе, потом буду делать такую услугу и на клиентах. В принципе, я и раньше делала, но просто, как бы, клей мне не нравился. И я как бы... И не нравился, в принципе, эффект вот этих вот реснички мне тоже не нравились. А это так выглядят естественно. Ну, увидим. Вот. На этом всё. Кому было полезно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И для тех, кто пользовался вот такой вот фирмой, Италвакс, напишите, если кто в салонах, там, или, может, на дому работает, или ещё как. Напишите, как вам такие продукты, как они себя ведут в работе, потому что, повторюсь, они... Я такие продукты не пробовала. Так что пишите, давайте общаться, и до новых встреч. Пока.